Россия всегда могла похвастаться наличием талантов. На её просторах родилось много одарённых людей, в том числе и певцов. Но Екатерина Шаврина особенная. В ней сочетание таланта, голоса и характера, благодаря которому она многого достигла в жизни. Она исполняет народные песни, которые пришлись по душе миллионной армии поклонников её творчества. Эту миниатюрную женщину не зря сравнивают с бушующим вулканом. На сцене она просто вихрь. Танцует, поёт, кокетливо улыбается, заряжая своей энергией миллионы зрителей. А какая удивительная у неё судьба. Бери и пиши роман. Кажется, что в жизни такое произойти не может. Родилась Екатерина Шаврина 15 декабря 1942 года в небольшом посёлке Пышма под Свердловском в семье староверов. Отец-феоктист работал водителем, мама Феодосия была домохозяйкой. Кроме Кати в семье был ещё один сын и пять дочерей. Но именно ей больше всего нужно было внимания и забота родителей. К четырём годам девочка абсолютно не разговаривала, и родители забили тревогу. Кате назначили обследование, после которого доктора поняли, в чём дело. У неё была проблема с ушами. Катю прооперировали, и она начала быстро восстанавливаться. Заговорила и к радости родных запела. Семья Шавриной жила достаточно бедно. Одной зарплаты отца не хватало, поэтому Катя нашла себе работу, едва ей исполнилось 14. Её взяли уборщицей во дворец культуры, но только после того, как она приписала себе два года. Так началась её трудовая биография. Дети рано остались без родителей, и надо было поднимать пять сестёр и брата. О том, что она когда-нибудь сможет стать звездой российской эстрады, даже и не мечтала. Девушка много работала, но находила время петь в народном хоре. Первый раз Катю заметили в Москве на всероссийском конкурсе и предложили переехать в столицу. Шаврина поступила в творческую мастерскую эстрадного искусства, затем пела в Самарском народном хоре. После успешного выступления Катерина вдруг поступает в медицинский институт, но проучилась всего один семестр. Не сдала экзамены, нагрузка была колоссальная, помимо учёбы пела сразу в трёх коллективах. Первый раз Катерина вышла замуж совсем девчонкой. Она тогда пела в Волжском хоре и познакомилась с композитором Григорием Пономаренко. Певице негде было жить, и он предложил свои апартаменты, сам ушёл жить к другу. Постепенно композитор начал понимать, что девушка ему очень нравится, признался в любви и ждал ответных чувств. Катя не понимала, что она испытывает Григорию. Он был намного старше её, Пономаренко 41, а Катя всего 16 лет. И всё же девушка согласилась выйти за него замуж. Вот только регистрировать работники ЗАГСа их отказались. Аргумент привели убедительный. Огромная разница в возрасте. Эта неудача их не остановила. Они начали жить в гражданском браке. В 63-м году Катерина подарила мужу сына Гришу. Шаврина понимала, если она хочет чего-то добиться в жизни, надо ехать в столицу. Но вот Григорий уезжать никуда не хотел. Отчаянная певица взяла немного вещей, ребёнка и сама поехала в Москву. В столице надо было где-то жить, и Катя устроилась уборщицей в ЖЭК. Мыла подъезды, подрабатывала дворником и продолжала самостоятельно репетировать в своей маленькой комнатушке. Потихоньку карьера начинала налаживаться. Поступила работать в Москонцерт, снялась в картинах «На два часа раньше» и «Москва в нотах». А потом была песня «Гляжу в озёра синие», которая принесла Екатерине Шавриной настоящую популярность. Фильм «Тени исчезают в полдень» смотрел весь Советский Союз. А песня стала поистине народной. В 80-х годах Екатерина несколько раз побывала на Кубе и познакомилась с Фиделем Кастро. Красавец-кубинец слыл ещё тем ловеласом, за что и получил кличку «Конь». Русская красавица покорила сердце народного героя. А когда Шаврина запела, и вовсе потерял голову. Он умел очень красиво ухаживать, становился на колено и галантно целовал руку. Говорил комплименты. Был ли роман между певицей и Фиделем, точно никто сказать не может. Сама же Катерина признавалась, что Кастро её восхищался и ухаживал, но они остались только друзьями. А потом была действительно большая любовь. Певица вместе с советско-бразильской делегацией посетила Рио-де-Жанейро. Встречал гостей мэр города, 38-летний писаный красавец. И наша Катя пропала. Она влюбилась по-настоящему первый раз в жизни и казалась навсегда. Тогда мужчина был женат. Но у супруги обнаружили онкологическое заболевание. Врачи ничем не могли помочь несчастной женщине. Катерина после приезда в Россию не раз плакала в подушку. Как только была возможность, летела к любимому в Бразилию. Когда супруга мэра умерла, он тут же предложил ей выйти за него замуж. Вернувшись опять в Москву, Шаври намучилась и всё никак не решалась на этот поступок. Оставить Россию и уехать в чужую страну казалось ей немыслимым. Здесь её знают, любят, а там она кто? В очередной раз, приехав в Рио-де-Жанейро, она удивилась, что любимый её не встретил. Оказывается, бывшего мэра перевели работать в другой город. Больше они никогда не встретились. Судьба всё сама решила за певицу. Второй раз Екатерина вышла замуж за музыканта Григория Лаздина. Родила ему двойняшек Жанну и Эллу. Казалось, на этом карьера закончилась, но надо знать Шаврину. У неё столько событий произошло в 80-е, впору писать детективный роман. Она пела в различных ансамблях, гастролировала по Союзу, ездила за рубеж. В конце 80-х как-то стало денег не хватать, решила поехать в Германию. Устроилась в ресторан, пела на сцене. Одна миллионерша предложила убирать по несколько часов в день её квартиру. Согласилась. Хозяйка попалась радужная, платила хорошо, да и в свободе её не ограничивала. Однажды русский эмигрант предложил заняться перегоном автомобилей. Дело было авантюрное, но Шаврина не побоялась. Потом у неё было несколько машин, любила прокатиться с ветерком. Автомобильный бизнес продвигался успешно, но и это дело ей скоро надоело. Решила вернуться в Союз, встретилась со старыми друзьями. Помогла и Алла Пугачёва, несколько раз приглашала на свою программу «Рождественские встречи». Жизнь Екатерины дальше протекала в гастролях, концертах, она стала и народная, и заслуженная, и всеми любимая артистка России и стран СНГ. Дети выросли, выучились, казалось, живи и радуйся. Так нет, судьба преподнесла ей новые испытания. В 2014 году Катерина вместе с младшими сёстрами, Татьяной и Радой, ехала по московской трассе. В какой-то момент певица не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Лобовое столкновение было неизбежно, в результате чего Татьяна погибла на месте, а Раду отвезли в реанимацию. Уголовное дело в 2015 году закрыли, стороны смогли договориться, а вот человека уже не вернёшь. Шаврина долго не появлялась на сцене, утрата была слишком велика. Певица и без судей винила себя в гибели любимой сестрёнки. Сегодня Шаврина живёт недалеко от Москвы в элитном жилом комплексе Троицка, занимается домашним хозяйством. Она не любит компанию, хотя с радостью принимает дома сына и дочек-близняшек с семьями. Несмотря на повышенную занятость на работе, Екатерина Феоктистовна дала хорошее воспитание детям. Сын Григорий вырос и стал модельером, долгие годы шил сценические костюмы для родной мамы. Дочь Элла живёт в Австралии, она финансист по образованию. Жанна стала врачом и содержит собственный салон красоты в Москве. А вот сама Шаврина больше не работает. Друзья, давайте пожелаем артистке, пусть невзгоды и неудачи обходят стороной, богатырского здоровья, душевного равновесия, семейного уюта и много-много интересных открытий Екатерине Шавриной.